Приветствую вас, Анастасия. Вы знаете, вот что является проблемой с точки зрения психологии для вас, для нас, это то, как вы относитесь к себе. В первую очередь, к себе вы относитесь таким образом, что вы импульсивная, эмоциональная, то есть чувствительная, что вы, как вы пишете, сердобольная, то есть вам всех жалко. И из-за этого очень много происходит моментов, когда вы по большому счету терпите какие-то вещи от людей. Долго терпите, потом взрываетесь. И рвете все на корню. И проблема основная ваша заключается именно в том, что вас легко задеть. Важная проблема заключается в том, что вы импульсивны, опять же за счет того, что чувства сдерживаются, выражаются хаотично, взрывообразно. Проблема в том, что вы сердобольны, потому что сердобольность означает отрицание вами того факта в реальном времени, что люди находятся там, где они находятся, там, где они и должны быть. Там, куда привел их, их выбор. Так или иначе. Вам жалко. Дочь чужую. Вам еще кого-то жалко. Все это отрицает наличие выбора. Вашего выбора и выбора других людей. Отсюда чувство вины, фрустрации и прочего. Но самое главное то, что вы обесцениваете свои эмоции, обесцениваете свои чувства. Это самое главное. То есть, вы позволяете себе вспылить только тогда, когда уже, извините за выражение, припрет. Но раньше, раньше, конечно же, нет. Вы будете терпеть. А что происходит за это время с людьми? А люди привыкают к тому, как вы себя ведете. Люди считают это нормальным, что как вы себя ведете. И даже представить себе не могут, поскольку сразу вы до них это не донесли и не показали. Что может быть по-другому. Дальше. Вы развелись со своим модем. Ну, очевидно, что у развода есть, во-первых, свои причины, во-вторых, есть последствия. Причины это те деструктивные модели поведения, те деструктивные выборы, которые вы совершали. И что привело вас, собственно говоря, к разводу. Это необходимо выяснить. Необходимо это проанализировать. Потому что вполне вероятно, что те же самые деструктивные модели, что и... Значит, были с вашим мужем. Вот. Те же самые модели здесь тоже присутствуют. В данной ситуации. Идем дальше. Тяготение к семье. То есть, вам... Вот вы очень стремитесь к семье. Я хотел бы этот момент подробно раскрыть. Как вы воспринимаете семью? В качестве чего вы воспринимаете семью? Что для вас значит семья? Ну, и так далее. И, на мой взгляд, это очень важно. Потому что, если вы чувствуете себя незащищённой, то... Вы пытаетесь этого достичь, в том числе и через семью. А через семью этого не добиться-то. Ну, и ещё какие-то есть моменты. В общем, чувствовать, что именно вот вместе все вам очень важно, чтобы вас окружали люди. Это ваша личная такая вот проблема и трудность. Следующий момент. Это условия развода. То есть, вы заставили своего мужчину, по сути, развестись. Тоже не совсем понятно, как это вообще вот происходит у вас, да. То есть, зачем вы ставили ультиматумы, условия. То есть, если есть такое ощущение, что вы вот в себе не уверены. Да, есть такое ощущение, что вы в себе не уверены. Что вы как-то вот сомневаетесь, что вдруг вот я не ценна своему мужчине, а вдруг вот я как-то, ну... Как-то вот ему там не нравится, словно говоря, да. И вот что-то такое. Есть такое ощущение. Соответственно здесь, если я прав, заниженная самооценка, ну ее тоже нужно несколько подкорректировать. Следующее, следующее, это вот обвинение, то что вы ушли, уехали и так далее от своего мужчины. Нет, ну конечно, в принципе, вы мыслите в верном направлении, что думаете о живем ребенке, о своем ребенке забыли, что мужчина вопрос своей дочери никак не решает и все такое прочее. С одной стороны, да, вы мыслите в верном направлении. Но с другой стороны, есть проблема, она заключается в том, что ситуация очень критическая. То есть вы реагируете в этой ситуации, в этой критической ситуации в контексте праведного гнева. В контексте праведного гнева, так сказать, применительно непосредственно к моменту, вы правы. Но вы же пришли к этому моменту, вы же довели себя до этого момента и мужчину в какой-то степени тоже. И вот это, то что вы довели до такого, то что вы не расставили там изначальные приоритеты, не расставили границы, то что вы вообще позволили себе разъединиться со своей дочерью. Вот ключик к проблеме. К примеру, как вы воспринимаете свою дочь, что готовы ее оставить ради мужчины? Почему девочки, например, не могли решить не за собой этот вопрос? Почему их родители решали все не за собой? А если просто поставить перед фактом, что вот, как бы и все, и все. То есть, если вас как бы не хватает вот такой уверенности, вы пытаетесь явно понимать других, но ущерб себе, вам нужно в этом контексте понять главное, что вот именно, что приводит к деструкции. Что понимание других, что понимание других в ущерб себе, ведет лишь только к требованию, по итогу к требованиям, к требованиям о возмещении тех затрат, которые были произведены вами, ради них. Понимаете? Понимаете? Это такая вот жертвенность. И в чем проявляется ваше такое вот некое, ну, обесценивание, давайте назовем это так, обесценивание. В чем проявляется обесценивание? В том проявляется обесценивание, что вы считаете, считаете, допускаете выражение своих чувств только в том случае только тогда, когда вот уже всё очень, всё очень плохо для вас. Вы допускаете выражение своих чувств тогда, когда всё становится, ну, критично, критично для вас. Понимаете? Какая штука. И в этом? Трудно. Вы разрешаете себе заботиться о своих интересах только тогда, когда это доходит до пика. А до этого нет. И люди относятся к вам соответствующим. Ну, а как они могут к вам относиться? Как вы себя преподносите, так к вам люди относятся к сожалению. Вот. Такой. Можно дать вам ответ. И самое главное, что при таком подходе, какой предлагаете вы, люди будут обвинять вас. Они будут говорить, ну как же так, ты же всё это делал для нас, и мы привыкли к этому, а теперь ты нас обвиняешь. Соответственно, получается, такая ваша двойственность, что вы с одной стороны жертвуете, 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 терпите, 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 терпите. Потом всё это взрывается, и вы обвиняете других людей. А люди не ожидали, они не знали вас с такой стороны. Естественно, это вызывает негатив, агрессию, боль. Вот. Вот, соответственно, такой момент. Это вот глобально. Есть ещё, конечно, детали в виде ваших взаимодействий с машинами вообще. То есть, как вы устраиваете отношения с машинами. Вот. А не торопитесь ли вы, к примеру, сближаться и начинать жить вместе. То есть, не узнав человека, более-менее хорошо. Ну и так далее. Так далее. Эти детали уже, они достаточно, так сказать, вторичны. Вот. В целом, у меня есть ощущение, что вы играете в отношениях в игры. То есть, вы далеко не всегда бываете честны сами. И вы боитесь близости, несмотря на то, что у вас она есть. И, очевидно, что вы можете устраивать отношения с мужчинами. Есть проблема условий. Да. То есть, вот вы как-то, с одной стороны, вы достаточно девушки. Типа, сразу уточнила невероятный мужчина. И только после этого начала с ним встречаться. Это создает ощущение, что вот, я соответствую твоим условиям. И всякое такое. С другой стороны, вот принятие настоящее, да, проблем других людей. Например, проблем дочери, проблем мужа, проблема. Там еще кого-то. Это тоже, как бы, влияет. Это отсутствие личных границ у вас. Вот. Ну вот, в принципе, такой ответ я могу вам дать. Надеюсь, это было полезно. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация решит.